Из-под стражи отпустили подозреваемого вооружения титушек во время революции достоинства в четверг истек срок содержания заворотного под стражей, однако суд не смог продолжить меру пресечения. В 24 часа четверга, 27 апреля, из Лукьяновского следственного изолятора Киева отпустили Ростислава Заворотного, одного из обвиняемых и единого задержанного по делу о передаче оружия титушкам во время событий революции достоинства. Об этом написала фейсбук-журналистка Ольга Худецкая. Шевченковский суд Киева не смог рассмотреть вопрос об избрании Заворотному дальнейшей меры пресечения. По словам Худецкой, заседание длилось три дня, и так и не присудило продление меры обвиняемому. Судья заявила, что очередной отвод рассмотрят утром в пятницу, 28 апреля, потому что в четверг рабочий день закончен. Сегодня заканчивается срок содержания его под стражей. Он никуда не собирается бежать. Поедет домой, к семье, а завтра утром будет в суде, уверял в четверг, 27 апреля. Адвокат обвиняемого Сергея Войченко, передает «Пятый канал». По версии следствия, Ростислав Заворотный вместе с тремя бывшими милиционерами в ночь на 21 февраля 2014 года получил со складов МВД и передал молодчикам около 100 автоматов Калашникова и 50 тысяч боеприпасов для них. Последние три дня Шевченковский суд Киева так и не смог рассмотреть вопрос об избрании ему дальнейшей меры пресечения, поскольку защитники Заворотного постоянно ходатайствовали об отводе судей. Этим, по мнению обвинения, умышленно затягивали дело, чтобы дать возможность своему подзащитному выйти из-за решетки. Напомним, в апреле 2014 года министр МВД Арсен Аваков сообщил, что во время убийств на Майдане 18 февраля Титушки выдавали патроны в офисе Юрия Иванющенко, он же Юра Яна Киевский, на Михайловской площади. Также Аваков заявил, что оружие выдавали из милицейских складов. Как сообщалось, 6 апреля апелляционной сут Киева освободил из-под стражи экс-беркутовца Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийстве трех человек 18 февраля 2014 года во время Евромайдана. 14 апреля четверо экс-беркутовцев Виталия Гончаренко, Артем Войлоков, Александр Костюк и Владислав Мастига выложили в YouTube видео, в котором дали понять, что покинули территорию Украины из-за того, что, по их словам, здесь опасно находиться. Освобожден на апелляционном судом Киева под честное слово экс-беркут Виталия Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин. Вместе с Гончаренко в соседнюю страну уехали бывшие сотрудники Харьковского и Беркута Александр Костюк, Владислав Мастига и Артем Войлоков. Все четверо проходят по делу об убийствах и преследованиях активистов Евромайдана. Адвокат Валентин Рыбин называет выезды экс-беркутовцев в Россию бегством. 13 апреля они тихонько сели на автобус и поехали в Россию. По внутренним паспортам, открыто и совершенно спокойно. Только не убежали, поскольку не были под мерами, а выехали в безопасное место, сказал он.